Всем привет дорогие друзья, с вами Хельга Ди и вы на канале Gamebox, мы продолжаем с вами играть в Sally Face, в прошлый раз мы с вами закончили первый эпизод и наконец мы приступаем с вами ко второму эпизоду под названием Скверна. Ну что ж поехали, Сал? Салли где ты? О маленький Салли, птичечки. Милый далеко не отходи. Я хочу взглянуть на песика, мам, ты его не слышишь? Давай дождемся отца, он будет здесь минуту на минуту. Ну я очень хочу, пожалуйста. Пожалуйста, можно я поглажу песика? Ох, ну ладно, Сал, сейчас только в корзинку возьму и мы сможем пойти с тобой вместе. Ура, я буду у деревьев. Топом-топом по лесу. Опа-на. Боже мой, несчастный бедный мальчик. Уже сотники, кстати, стали более проработанными, это радует. Сумочка, шейник, собачьи кости, человеческий череп. А? Спасибо, что пришел, чтобы помочь с туалетом. Всегда, пожалуйста, мисс Сандерсон, и глаз заморгнуть не успеете, как я разберусь с ним. Прекрасно Герман бы сделал это сам, но, к сожалению, его пальцы словно банановая кожура. На улицах очень опасно. Я понимаю. Спасибо большое, Ларри. Ванная там... Карта немного наклонена, но не карта, а квартира. Очень неприятные, странные ощущения. Да. Как будто это самое, как будто качели какие-то, и ванны слишком длинные. Идите! Мамочки. О, глазик. Боже мой. Это там! Пожалуйста, помоги мне! Что стряслось? О, да. Она остановилась. Я так хочу пить. Не переживай, я знаю, как все починить. Пожалуйста. Поторопись. На, подруга, тебе прям... Вот реально плохо. Давайте поднимемся, посмотрим, что у нас здесь. Еще лестница. Звуки хорошо проработаны. Фигушки, говорит, я плотоядная. Там еще лестница наверх. А наверху что? Пока мы здесь. О, еще один рубильник. Нету прохода. Ну, видимо, осталось только внизу, там, этот рубильник. Активируйте все. Сработало? Да, что-то там уже за это самое... Зажужжало. Ммм, водичка. Кстати, приятный цвет такой. И глазик всплыл. Ну, зато она напилась вдоволь. Ладно. Опять тут сортир страшный. Тогда нельзя. Мамочки. Вот. Вот это было страшно. Как минимум, это неприятно. А можно я туда не буду идти? Мне не нравится. Кстати, а что будет, если вернуться обратно? Если это, конечно, возможно. Это за дурацкий эффект рыбьего глаза. Рыбьего глаза. Чарли? Псал, подойди ближе. Я хочу больше, что тебе показать. Фу, какая мерзость. Я знаю, что ты трогал мою поняшу. Я думал, мы друзья сел. Боже мой. Эпизод 2-й скверно. Чувак, тебе все ощущается, эти кошмары. Последний раз было настолько плохо, когда убирала мама. Мне кажется, все дело в этом здании. Что-то с ним не так. Чел, я знаю. Ты в этом уверен. Но я серьезно не думаю, что здесь входятся призраки. Я тут почти всю жизнь и ни разу их не видел. Но... Но что? Что ж, мы уже с тобой достаточно давно знакомы. Я должен тебе кое-что показать. Иди за мной. Окей. Готов. Камеры какие-то понавешали. У Ларри такая модная походочка. Ого, и почему я раньше об этом не слышал? Я прихожу сюда, когда хочу побыть один. Это моя крепость-одиночество. Уи, домик на дереве? Крутяк. Кажется, все хотели домик на дереве в детстве. Подожди меня. Как классно! Я всегда хотел домик на дереве, когда был маленький. Да, отец построил его мне перед тем, как... Исчез. Погоди, что? В смысле исчез? Казалось бы... Вот он здесь, и все хорошо. А на следующий день он просто пропал. Ни записки, ничего. И все его вещи остались в своих местах. Одежда, инструменты, кошелек, права. Все. Он просто испарился. Черт. Мне так жаль, Ларри. Я знаю, как это тяжело. Твои родители не ладили? Нет, мои родители любили друг друга. Они даже почти не ссорились. Знаю, как это может выглядеть со стороны, но отец нас не бросал. То есть, моя мама считает, что это так. Но я-то знаю, что он никогда бы нас не оставил. Он нас любил. Я тебе верю. Так что, по-твоему, произошло? Слушай, ты знаешь, что я не суеверный человек. Я знаю, что в Испых ему верю, но что в апартаментах водятся призраки. Но я думаю, дело тут в другом. В чем? Я мало кому об этом рассказываю, но я знаю, что могу доверять тебе, Сал, и что ты меня не осудишь. Конечно, нет. За день до этого исчезновения я сделал кое-что, в чем не очень-то горжусь. Мои родители купили фейерверки и множество раз наказали мне дождаться их, а не играть самому. Но я не смог устоять, чувак. Я запустил во дворе парочку, и один влетел в окно, мисс Гибсон, и пришиб ее кролика. О, блин, вот это жесть. Ага, так что я выбежал проверить, как она там, а она взорвалась, как сумасшедшая. Будто мне нужен был еще один повод побесить ее. Выбесить эту старую каргу. Но мне было ужасно стыдно, бедный кролик. Но да ладно, когда я спускался в лифте, тогда-то я демона Ио видел. Он протянул руку и дотронулся до меня, у меня все тело холодом пробило. У меня было до усрачки страшно, чел. Я подумал, что с ума схожу, но он пропал так же быстро, как и появился, сразу как двери открылись. Он меня проклял из-за того, что я натворил. У меня после этого вся жизнь по наклонной пошла, а отец исчез. Мама на какое-то время перестала разговаривать. И я две недели торчал в серяке для несовершеннолетних. У меня украли велик. Я пропустил так много школ, что пришлось ходить на занятия летом. Одна неприятность за другой. С тех пор со мной вокруг меня происходят ужасные вещи. Ты считаешь, что это проклятие забрало у твоего отца? Понимаю, как звучит, но я знаю, что это правда. Я во всем виноват. Отец, кролик, мисс Андерсон, все. Воу, погодь, чувак, даже если на тебя наложено какое-то проклятие, ты не можешь винить себя во всех неприятностях на свете. Не нужно брать на себя ответственность за все. А как выглядел этот демон? Я раньше никогда подобного не видел. Словно движущаяся тень, размытая и темная, но с человеческим силуэтом. А хуже всего были глаза. Эти бездонные красные глаза, взгляд которых меня словно насквозь пронзал. Черт возьми. Что? Я... я его тоже видел. Я видел твоего демона? Да ты гонишь. Когда? Я клянусь, я видел его. Он точно такой же, как ты его описываешь. Бьюсь об заклад, он с другими призраками связан. Ох, не знаю, чел. А что, если мы снимем это твое проклятие? Как же мы это сделаем? Может, тут найдутся какие-нибудь подсказки, которые нам помогут? Можем попробовать разузнать о призраках побольше. Посмотрим, сумеем ли мы докопаться до сути. А почему бы? Нет, все рядом, все равно нечего. Моя мама не хотела, чтобы дома оставались вещи отца. Поэтому я притащила их сюда, чтобы все это было готово к его возвращению. Там ничего полезного. В шкаф мы заглянули, да. А фото? Че-то замигало. Хм, странно. В чем дело? Я нашел этот странный картридж для приставки в коробке с потерянными вещами. Кажется, он реагирует на паранормальную активность. Это одна из последних фотографий, которые мы сделали вместе, незадолго до того, как он исчез. Хм, лучше продолжу поиск. Сундук. Кипа журналов о природе и отдыхе на природе. Похоже, отец Ларри полная противоположность моего. Журналы все пожелтевшие шестилетней давности. Не думаю, что найду в них что-нибудь полезное. Посмотрим, что тут есть еще. Потертая косуха. В кармане нашлась парочка билетов на концерт. Теперь ясно, откуда у Ларри такой музыкальный вкус. Неплохой способ поддержать отношения. Не думаю, что мы с моим отцом когда-нибудь даже в концерт по телегу вместе смотрели. Не говоря о живом выступлении. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что с тобой не так? Какая-то странная шкатулка. Похоже, она закрыта намертво. Что в шкатулке? Понять не имею, братан. Она принадлежала отцу. Что-то вроде головоломки. Я так и не понял, как ее открыть. Похоже, не хватает одной детали. Да, ты прав. Даже не замечал, что что-то не так. Ты не против, если я возьму ее себе? Нет, забирай. Круто? Дай мне знать, если откроешь ее. Конечно. Я достал оттуда старую коробку, но больше ничего нет примечательного. Да, ничего нет полезного. Окей. Холодает, нам стоит вернуться в апартаменты. Как скажешь. Снежок. Я никогда не заметил, ну, не думал, что там вот такие огромные открытые пространства. Думаю, что это прям как город-город. Я смотрюсь и, может, что-нибудь могу разузнать. Ладно, договорились. Мне, типа, нужно оставаться здесь и ухаживать за мамой. Она сильно болеет. Да, я заметил. Скажи, если что-то понадобится. Спасибо, Салли. О, новая картина. А ты записал-то новую песню смысловой фальсификации? Да, братан. Хочешь заценить? Да. Там я... Там явно кому-то плохо. Ладно, пускай он тут развлекается. Нужно спросить у Мэган, знает ли она что-нибудь про этого демона. Надеюсь, сегодня она покажется. Боже мой, Лиза, у тебя все опухло. Привет, Лиза. Тебе сегодня хоть немного лучше? Ой, приветик, Сал. Сегодня, кажется, самый пик. Когда этот период пройдет, буду как огурчик. Что очень хорошо, так как работы накопилось в куче. Не терпится к ней вернуться. Ну а пока не напрягайся особо, отдыхай побольше. Ой, не переживай за меня, Сал. Я хорошо отдохнула, а Ларе помогает как может. Все будет хорошо. За стенку. Ну-ка, у нас здесь что-нибудь интересное. Ну, эту, смотри, не показывается больше. Здесь тоже ничего. Хорошо. Хорошо. О, привет, Пэк. Чем занятых? Привет, Салли, Крамсали. Жду, пока парень со снайками заполнит автомат. Всегда начиная с собой от суши-калатки. О, понимаю. Я сам предпочитаю начинать выходные среди игр и мультиков. Видел новый эпизод? Модняков женушки Рику. Ага, он классный, обожает это шоу. Я тоже. Ну, что ж, пойдем. На первый этаж сходим. Квартира миссис Гибсон. Квартира миссис Розенберг. Думаю, миссис Гибсон меня прихлопнет, если я снова ее побеспокою. Окей. А, это та старая, страшная такая мадама. Кто там? Это Сал, я живу сверху. Ты что-то хотела? Просто поболтать. Со мной? Ну ладно, заходи. Дверь не заперта. Здравствуй, Салли. Что привело такую юную девушку, как ты, к такой старой женщине, как я? Привет, миссис Розенберг. Я хотел задать вам пару вопросов, если вы не против. Спрашиваете, у меня мало чего осталось, но времени в достатке. Да, только время и есть. Ну и оно скоро вскользнет. А может, я никогда им и не владела? Такая странная концепция, не правда ли? Время. Пока сидишь здесь, в одиночестве. В голове какие только мысли не мулькают. Что лежит за завесой? Если много об этом думать, мир кажется все более бессмысленным. Да, время – самая настоящая тайна. Ой, я совсем заболталась. Прости меня, милая Салли, ты хотела что-то спросить. Вы давно здесь живете? Очень давно, хоть и сложно сказать, насколько. Мой старый разом едва способен удержать вчерашние воспоминания, не говоря уж о далеком прошлом. Боюсь, мои дни сочтены, я скоро обращусь в прах, и мое сознание сольется с великим и таинственным ничем. С пустотой, которую наши крошечные мозги не способны постигнуть, а я, поверь, пыталась. Ой, да, могущественное, ужасающее пустынное небытие. Ой, прости, игрушка, я опять заболталась. Так, о чем ты спрашивала? Ничего страшного, мисс Розенгерф. Ты спрашивала, как давно вы живете в апартаментах Эдисона? Знаешь, я ведь помню, как Эдисоны переехали сюда из-за морей, чтобы построить это здание. На самом деле, эта земля принадлежит моей семье, но я единственная осталась в живых и решила продать ее Эдисонам. Я подумала, что было бы неплохо снова иметь компанию. Кого-то, с кем можно разделить мухи жизни. Я была молода и отчаянно желала начать все сначала. Какой же я была глупой. Вы жалеете, что продали землю? Такие долгие жизни, как моя, всегда полны сожалений, лапушка. Хоть в итоге это все и теряет свое значение. Про Эдисонов. Что стало с остальной вашей семьей? Они живут где-то в городе? Их больше нет. Больше нет? Время всех нас забирается, Али. Бедный малыш Теренс, последний в своем роду. Ой, то есть он уже не малыш, но я вижу его именно таким. Тем мальчуганам с огоньком в глазах и сердцем полным мечтаний. И посмотри на него теперь, он никогда не выходит из своей треклеткой комнаты. Да почему он все время там забирается? По-моему, у него немного поехала кукушка после того, как умерла его семья. Мальчик ходил такой извинченный. Собственной тени боялся. Теренс боготворил своего отца и оставил собственную мечту открыть чайную, чтобы управлять его апартаментами. Медленно, но верно, он начал прятаться в безопасности своей комнаты, пока совсем не перестал из нее выходить. Да, хоть Террес Эдисон и притворяется из-за двери жизни радостно, на самом деле он невероятно робкий. Побитый жизнью, полная неудач. Но разве мы не все такие, лапушка? Да, думаю все. Там когда-нибудь видели призраков в здании? Призраков? Зачем же ты думаешь о таких вещах, как призраки? Салли, ты такая милая девочка. Ты напоминаешь мне меня саму. И совсем другого времени. Сделай старый ролл с одолжения. Наслаждайся жизнью, пока можешь. Не позволяй обаянию смерти. И ее многочисленным секретом поглотить тебя. Знаю, это соблазнительно и затягивает. Можно сказать, все мои призраки. Ждущие возможности перейти из этого места в следующее. Бытие и небытие разделяют невероятная тонкая пленка. Наши кости столь хрупкие оболочки деликатны, что любой неверный шаг может заставить нас мгновенно кануть в вечность. До встречи. Уболтала меня бабуся. На 104 кто-нибудь? Не думаю, что кто-то тут живет. Понятно. А для нас письма нету. Снежок. Все так заснежено. Ох. Чем могу помочь, Сал? Откуда взялись камеры? А разве вы с отцом не получили приглашение на ежемесячную встречу? Там обсуждали все вопросы. Ой, точно. Мне кажется, совсем они забыли. Ничего страшного. Хотя я все же рекомендую вам присоединиться в следующий раз, если будет такая возможность. Дело в том, что это позволит держать всех в курсе событий. В любом случае, я установил новую систему безопасности. Для всеобщего блага. В свете последних событий, жильцы немного нервничают. Поэтому я надеюсь, что благодаря этой новой, современной, продвинутой системе безопасности, они будут чувствовать себя более комфортно. Да, это разумно. Спасибо, что ввели в курсе дела. Всегда пожалуйста. А здесь призраков не видели? Ах, пресвятые небеса! Пожалуйста, только не говори, что в зоне выйдутся призраки. Я прекрасно обойдусь и без каких-то бестолковых фантомов, пугающих моих жильцов. Пока Лиза болеет, очень сложно сделать так, чтобы все были довольны. Нет-нет, мистер Эдисон, все в порядке. Я просто, эм, просто школьное задание делаю. Вот да, вот и все. Фух, у меня чуть удар не хватил. Я сейчас просто не выдержу еще одну стрессовую ситуацию. Вы прекрасно со всем справляетесь, не загоняйте себе так. Ты очень добр, Сэл. До свидания. Хорошего дня. Что-то нас все как-то уболтали, слишком много текста, слишком много. Ну что ж, дорогие друзья, наверное, на этом мы сегодня с вами закончим. А уже изучать задания и знакомиться с новыми персонажами и жителями апартаментов Эдисона мы будем с вами в следующей части. Так что всем спасибо, кто был с нами. Ставьте лайки, звоните в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»